Этот гул над Иркутским микрорайоном Новоленина сегодня не стихает. Экипаж вертолета раз за разом совершает облет места крушения самолета Су-30. И с воздуха, и на земле ведется сбор информации о трагедии. А на рассвете у руин дома снова собираются люди. Полицейские вновь вынуждены разгонять их. Территория вокруг места крушения оцеплена в радиусе 200 метров. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Однако обломки потерпевшего крушения истребителя Су-30 вывозить пока не будут, так как следственные мероприятия продолжаются. За оградительную ленту пускают только людей в погонах и тех, кто еще вчера жил в этом доме. Прописано в нем было 8 человек. Это все члены одной семьи. 14-летний Вова один из первых, кто пришел на участок сегодня утром. Подросток искал свою собаку. Нашел в гараже разрушенного дома. Питомец забился туда. От испуга у пса даже отказали лапы. Было две собаки. Один спасли. А второй вот пришелся. У соседей еще была маленькая собачка. Ее тоже нашли. Ее первые нашли. А ведь все могло сложиться гораздо трагичнее. В момент крушения самолета в одной половине дома никого не было. А в другой находились три человека. Семилетний ребенок, его мама и бабушка. Это было обычное воскресенье и семья пекла печенье. Ольга Амелешина за секунду до падения ушла в кладовку. Ее мама и сын были на кухне. В считанных метрах от эпицентра трагедии. Это где-то 5-6 метров от падения самолета. Да, дверь немножко была приоткрыта. И вот этой ударной волной меня, ну вот это все затряслось. И завалило, то есть уже остатками от дома. Там еще палеты были. Все это было завалено выше моего роста. Это чудо на самом деле, чтобы мы остались живы. Все трое успели выбраться из дома до того, как начался пожар. Огонь в итоге уничтожил остатки дома. У Ольги также сгорела машина. То, что осталось на участке, люди готовы сами охранять. К примеру, уцелел гараж. Однако еще какое-то время придется подождать. Специалисты продолжают собирать улики. Экспертами Следственного комитета России с привлечением специалистов авиапредприятий Министерства промышленности и торговли России проводится дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты образцы топлива, заправленного в самолет. Унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно. Следователи уже даже рассматривают две основные версии произошедшего, отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. На месте предстоит поработать и специалистам Роспотребнадзора. Они возьмут пробы воздуха на месте крушения самолета. Все из-за большого количества горючего, которое разлилось на месте падения. Можно ли будет здесь восстановить дом для потерпевших, пока непонятно. Данил Седов, Виктор Черкашин, Павел Рютин. Новости по будням.